По данным метеорологов, всего за период с 6 по 8 января на территории Одесской области выпала практически месячная норма снега. Сильные порывы ветра тоже привели к пагубным последствиям. В это время на дорогах региона застряли сотни автомобилей. Их вытягивали из снежных оков сотрудники различных служб, коммунальщики, военные. Бессонными эти дни и ночи выдались и у спасателей Белгороднестровского отдела ГСЧС. 6 числа во время сильных снегопадов столкнулись с такими вопросами, что были праздничные дни и большой поток техники, то есть автомобилей ехал по дорогам нашего района. Самые такие проблемные участки это была дорога Белгород-Монаши, это была дорога Белгороднестровск в сторону Староказачьего и Белгороднестровск в сторону Николаевки. Люди ехали, скажем так, к родственникам, посетить родственники на рождественские праздники и во время этих снежных заметов попали в неприятности. Многие водители, которые, несмотря на предупреждение, все же решили в праздники навестить родственников и не побоялись выехать в такую погоду, в итоге застряли. Чтобы вызволить из блокады автомобили и пассажиров, спасателям пришлось потратить немало времени. К счастью, обошлось без человеческих жертв. Во время этих всех дней, когда были ухудшения погодных условий, это 6-7-8 числа, работала техника райавтодор, техника сельхозпредприятий и сельскохозяйственных предприятий, которые находились рядом возле этих проблемных участков. Ориентировочно всего со снежных заметов было нашими сотрудниками вытянуто свыше 50 автомобилей, в которых располагалось порядка 270 человек. Во время ухудшения погодных условий двигались автобусы, которые шли со стороны Молдовы и также на Молдову, в районе села Семеновка застряли в снеговых пробках автобусы, в которых располагалось порядка 150 человек. Автодороги были буквально парализованы, машины по крышу находились в снегу. Трассы Белгороднестровского района на несколько дней оказались во власти мощного снежного циклона. Представители коммунальных служб и спасатели работали и днем, и ночью. В ликвидации в основном задействовано было подразделение города Белгороднестровского, так как они одновременно выезжали на развилку, вернее, в направлении села Монаши для вытягивания. После того, как техника очищала дороги, мы вытягивали автомобили со снега. И техника одновременно направлялась в село Семеновка, в направлении села Семеновка. Также выезжали по городу. И второй проблемный участок, это 6-го числа, когда приходили эти снежные заметы, это было направление село Николаевка. Туда мы направляли технику повышенной проходимости с 45-й пожароспределительной части, которая расположена в поселке Сергеевка. Всего было задействовано ежедневно порядка 3-4 единиц техники, соответствующие не менее чем 20 человек личного состава, которые выезжали. Также на территории города и в нескольких селах района спасатели развернули специальные пункты обогрева, где любой желающий мог переждать ненастную стужу. Пункт обогрева работал с 6-го числа. Порядка свыше 40 человек на протяжении трех дней посетили. Нужнали с помощью, заходили в пункт обогрева. Пункт обогрева работал круглосуточно, он отапливался. Внутри было тепло, постоянно буржуйка работала, был теплый чай. То есть люди, которые приходили, оказывали, ну сидели, получили соответствующую помощь. И все, кто посещал, у нас есть журнал учета посетителей, журнал инструктажей, мы проводили инструктаж. Несмотря на то, что с последствиями стихии спасатели справились, специалисты советуют в дальнейшем быть более предусмотрительными и крайне осторожными, чтобы следующий снегопад не стал для вас очередным испытанием на прочность.